В зависимости от того направления, которое ведет судебный пристав, количество у него исполнительных производств разнится. У нас только алиментная группа, там идет ограничение исполнительных производств 300 на одного пристава исполнительно. Остальное же то, что у нас приходят исполнительные документы, и они распределяются по группам. На сегодняшний день в производстве отдела было 101 163 исполнительных производства. Сумма, конечно, очень большая. Если это переводить в деньги, то это 4 914 221 000. Примерно по группам это основное количество падает на группу ЖКХ. Там порядка 3000 исполнительных производств на одного пристава исполнителя. Налоговая группа это больше 5000 исполнительных производств. Это можно исправить двумя путями. Увеличением штатной численности службы. И если допустить такую ситуацию, что будет просто поступать меньшее количество исполнительных документов на исполнение. По элементам пришла муж бывший. Два года ни с ним, ни с духом. Сейчас работает уже два месяца. Уже никаких средств ничего. Пришла на месте, чтобы на больничном. Кто поможет, принять не может. Я бы, например, сказала, что, конечно, работы у них очень много, очень заняты люди. И, конечно, не всегда выполняются, что суда, документы приходят сюда на исполнение. Добиться каких-то исполнений не всегда бывает. А вот в вашем случае как? Были у меня такие случаи. У меня сын работал. Работал, значит, по договору. Договор заключен, все судом присуждено, чтобы платить там некоторую сумму. Но так приставы ничего не добились. И так он ничего не получил. А там 33 тысячи все же. Денежки большие.